Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса в следующем. Мне скоро 26 лет, за последние 5 лет я испытал много боли и разочарования в отношениях. Я человек, который понимается очень близко к сердцу и все парни, с которыми я общался, знали это, но это не мешало им грубо поступать со мной, обижать меня и кидать. Я испытал много боли и разочарования, перестал общаться с этими парнями, мне очень грустно, когда вижу счастливые пары. Знаю, что весь негатив нельзя в себе держать, нужно отпустить, простить, избавиться от старых обидов переживаний и бросить в опыту с мужчиной, но не могу это сделать, совсем никак не могу. Всегда появляются мысли уверенных, что это повторится заново, я уже смирился и не лезал в отношения общения с парнями, так как знаю, что отношения я уже не смогу построить, так же, видимо, счастья я не заслуживаю. Что мне делать, как только меня немного отпускает, я вижу счастливые пары, я начинаю плакать, очень сильно мешает мне по жизни, я не могу переключиться на другое, не могу заняться работой хобби, я прочитала много книг, была на вебинарах, на мою тему проходила марафоны, мне ничего из этого не помогло, я не могу отпустить эту ситуацию. Знаю, что лучше сходить к психологу, но я боюсь. Чего боитесь? Чего боитесь? Чего боитесь? Смотрите, значит первое, да, боль и негативные чувства. Их нужно просто прожить. То есть психолог в первую очередь поможет вам это прожить. Проживете, сможете увидеть другие свои стороны и, соответственно, вам будет легче. Дальше. Вы для чего-то пытаетесь активно строить отношения с мужчинами. То есть для вас это сейчас по факту интереснее, чем по сути все остальное. И, на мой взгляд, это то, на что нужно обратить вам внимание. То есть почему для вас отношения более интересны, чем ваша работа, хобби и реализация. Это значит, что вы изначально приходите в отношения с целью построить свое счастье. Потому что в глубине души вы считаете, что счастья вы не заслуживаете. Вот в этом и ключевой момент, что вы себя изначально уже обесцениваете. То есть вы себя обесцениваете. Вы сами о себе изначально плохо, получается, думаете. Вот. Дальше. У вас есть как бы надежда. То есть вы ждете от мужчин, вот. Вы ждете от мужчин, что они будут как-то вот, значит, ну, учитывать, что вы принимаете все близко к сердцу. А люди ожидания, ну, вообще-то говоря, соответствуют очень-очень редко. Вот. Поэтому в первую очередь нужно вам поработать с ожиданиями, чтобы не ожидать от людей того, чего, как бы, ну... Во-первых, не стоит, а во-вторых, то, что вас в... В зависимости от... В зависимости от... От них... А... Старт. Вот. Вот. Это... Такой момент. Следующий момент. Да? Следующий момент. Да? Я думаю, что ваша позиция, она чем-то вам выгодна. Вот. И... Собственно, это блокирует... А... Ваше... Ммм... Как бы, ну... Ваше движение в первую очередь. Следующий момент. Вам не интересна ваша жизнь. Вот. То есть, совершенно как-то вот очевидно, на мой взгляд, что вы боретесь за свое счастье с мужчинами, но сами по себе вы... А... Как бы, ну... Не... Не считать для себя... Интересным. Вот. Это... А... Тоже очень важно. Как мне кажется. По крайней мере. Нам. То есть, вот. Вам... Вам... Надо бы... А... В этом аспекте тоже над собой поработать. Чтобы наполнить... А... 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 Чтобы самой стать интересной. А... Следующий момент. А... 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 Дело в том, что вы принимаете все близко к сердцу, потому что, на мой взгляд, вы не очень хорошо реагируете, как бы, на то, с чем встречаетесь. И нужно научиться реагировать вам, на то, с чем вы встречаетесь, то есть, научиться реагировать, в первую очередь, да, ну, как бы замечать, да, вот, свои чувства, вот, выращать их и так далее. Это очень важный момент, как мне кажется. Вот, в принципе, такой план, я думаю. Вот. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Обращайтесь за помощью. И желаю вам всего самого доброго, вы большая молодец, что начали об этом говорить.